Здравствуйте! В эфире Азов Инфоспорт в студии Александр Кучец. В рамках дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков в городе были проведены спортивные мероприятия, посвященные этой дате. Более подробную информацию о соревнованиях, а также о предстоящих турнирах нам сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту Александр Сапин. Отделом спорта, администрации города Азова были проведены спортивно-массовые мероприятия, такие как баскетбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол у нас, ну и ряд других мероприятий. Вот, например, по баскетболу у нас прошло это среди ветеранов, ну не только ветераны, там и команда молодежи приняла участие, заняла третье место, второе место ветераны и первое место заняла Каргалайн команда. В эти выходные у нас ожидаются тоже крупные мероприятия, это по греко-римской борьбе пройдут соревнования и уже традиционные в городе, это «Крепкая семья, крепкая Россия» в спорткомплексе спортивной школы номер 9 пройдет. Приглашаем всех наших жителей, участников, детей, чтобы все приняли участие. Оно такое массовое и всегда проходит на высшем уровне. 8 и 9 февраля в Ростове-на-Дону прошел открытый областной турнир по Киоку-Синкай среди спортсменов от 6 до 17 лет. Всего было заявлено свыше 400 участников. Азов представляли 7 юных спортсменов. Подробности у наших корреспондентов. С очередной победой в Азов вернулись юные каратисты из Донской столицы, где приняли участие в турнире «Кубок дружбы» по Киоку-Синкай. Азовские спортсмены завоевали 4 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Стелла Маначурян на турнире показала свои сильные стороны, что позволило ей завоевать первое место. «Я участвовала на промежуточных боях, в которых отбираются лучшие, можно сказать, с Ростовской области. Я дралась со своей давней соперницей. Первый бой я и проиграла. Я тогда недолго занималась, а она достаточно долго занимается. Второй бой я выиграла, но нам давали дополнительное время и перебой потом. А в этот раз я выиграла в чистую. У меня удалось закончить бой досрочно, за 40 секунд». Полина Борского заняла второе место. По словам спортсменки, первый бой она провела удачно. Во втором пришлось понервничать. «Я провела два боя, и я очень довольна результатами. Второй был очень тяжелый, напряжный. Первое время было две с половиной минуты, судьи показали ничью. Далее был бой две минуты, судьи опять показали ничью. Было взвешивание. Весили мы с соперницей приблизительно одинаково, поэтому нужно было драться еще дополнительную минуту. Судя по всему, моя соперница была чуть-чуть четче и техничней, поэтому победу отдали ей. Но я считаю, что я отлично дралась». «Сейчас юные каратисты готовятся к трехдневному турниру, который пройдет в 20-х числах февраля в Москве. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо.Спорт». В шахматном клубе «Ладья» завершился городской чемпионат среди взрослых, где за звание сильнейшего боролись 12 спортсменов. Подробности у наших корреспондентов. Первый чемпионат города Азова по шахматам состоялся в 1938 году. Во время войны турнир не проводился. Его возобновление произошло лишь в послевоенные годы. В нынешнем 2020-м во взрослом турнире приняли участие и подростки, которые соревновались на равных с лидерами чемпионата. «В этом соревновании принимают участие три лучших шахматистов прошлого года, то есть чемпионы-призеры, три лучших школьника. Школьники у нас не просто школьники, они чемпионы области в своих категориях. Два молодых коньята мастера, но они уже студенты. Так что состав в этом году собрался очень интересный. Украшает его участие 7- или 8-кратного чемпиона города Азова Александра Барсукова, который не играл последние два года». Соперником Александра выступил мастер Фиде Иван Кисляков, который после четырехчасовой партии уступил по набранным очкам. По итогам соревнований определились следующие победители. Первое место у Александра Барсукова, он набрал 8,5 очков из 11 возможных. Второе у Игоря Жуковского и третье место поделили Иван Кисляков и Дмитрий Емнов. В турнире также приняла участие и трехкратная чемпионка области Виктория Резниченко. Девушке удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта. «Я принимаю участие в чемпионате города, набрала 6 очков, сыграла в ничью со многими лидерами турнира, выполнила норму кандидата-мастера. Моя цель – стать мастером спорта. Для этого мне нужно также принимать участие во многих турнирах, такие как также область и ЮФО. Также я хочу еще раз поехать на чемпионат России». Сейчас юные шахматисты готовятся к очередным соревнованиям, которые пройдут в начале марта в Донской столице. А также спортсмены примут участие в розыгрыше Кубка России в Волгограде. Екатерина Четверикова, Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азовинфоспорт. С 30 января по 1 февраля воспитанники спортивной школы номер 2 в составе сборной команды Ростовской области по легкой атлетике впервые приняли участие в первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет, которая состоялась в Республике Чувашии, городе Новочебоксарске. Роман Лубенец в прыжках в высоту занял 5 место, впервые выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Дарья Береснева завоевала 10 место, подтвердив уровень кандидата в мастера спорта. Несмотря на скромные результаты, Федерация легкой атлетики Ростовской области отметила высокий уровень подготовки наших спортсменов. В спортивной школе номер 9 прошла товарищеская встреча по рэкболу с пятикратными чемпионами России ростовской командой «Русские медведи». Цель мероприятия – популяризация данного спорта в Донском регионе. Подробности в следующем сюжете. Когда-то рэкбол был разминкой борцов, но со временем стал самостоятельным видом спорта, который представляет собой сочетание баскетбола и элементов борьбы. Капитан клуба «Русские медведи» Владимир Галкин совместно с азовскими спортсменами стремится привлечь как можно больше молодежи к этому направлению в спорте. Первый чемпионат области проводился в этом зале, в котором мы сегодня будем играть. И было очень много хороших, сильных ребят, которые потом участвовали на чемпионатах России. Сейчас мы хотим привлекать молодежь, потому что наш вид спорта – рэкбол – развивается как отдельный вид спорта уже. Мы сейчас на стадии заключения уже аккредитации нашего вида спорта. Поэтому хотим привлекать молодежь и ездим по городам нашей области, привлекая молодежь играть в рэкбол. Так что сегодня посмотрим. Здесь тренировки проходят понедельник-пянница в 7.30. Всем желающим приводите своих детей, приходите сами, смотрите, что такое рэкбол, играйте в рэкбол. Игра была напряженной, а порой жесткой, так как давление пятикратных чемпионов давало о себе знать. Но азовские борцы после нескольких минут освоились и взяли игру в свои руки. Матч прошел в два периода по 20 минут. Счет товарищеской встречи 25-5 в пользу гостей. Я немножко далек от этого спорта, но я организовывать и буду такие дальше праздники для людей, для нашей молодежи. Сам немножко занимаюсь другим видом спорта, многие уже, наверное, знают. Но я начинал все равно из классической борьбы, где этот спорт мне тоже так же недалек, который я когда-то разминался. И всегда я благодарен тому спорту, в котором я шагнул в следующий спорт. И меня очень там хорошо поддерживают везде. Хотелось бы также сказать спасибо большое русским медведям, чемпионам, пятикратным чемпионам России, которые приехали к нам на дружественную встречу в Азовский наш бассейн. И хотелось бы попросить нашу молодежь, да, и приходите. В понедельник, пятница, 19.30 начинаются тренировки по рейхболу. Кто-то с разных видов спорта здесь занимается. Здесь и боксеры, и борцы, и очень много других видов спорта. Поэтому приходите, давайте не потеряем эту популяцию и традицию на нашу Азовскую. Все-таки команда у нас была в свое время очень сильная. Ответная игра Азовской команды с русскими медведями состоится 13 февраля в городе Оксае. Алексей Покатило, Ивана Пажельцева, Азовинфоспорт. И это все новости на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok